Житель молодого микрорайона Куперенко Александр Ульянов – один из тех, кто Новый год встречал с живой елью. Установить ее решил ради детей, чтобы аромат новогоднего дерева создавал праздничное настроение. К утилизации елки Александр подошел ответственно. Первым делом ознакомился со списком организованных площадок по сбору хвойных. Елки не должны после праздников валяться, где попало. Елка должна получить вторую жизнь, ее должны утилизировать. Я считаю, это правильный мероприятие. Акция «Подари вторую жизнь своей елке» в Московской области проходит уже в третий раз. В этом году стартовала 15 января. Отличительная особенность каждой площадки – большой контейнер и ярко-красный плакат «Зима в Подмосковье». Таких пунктов в Ленинском городском округе шесть. Три в городе Видное, один в Развилке и два в совхозе имени Ленина. По завершению акции ели отправят на повторную переработку для использования при посадке новых деревьев. Это наша экология. Дело в том, что эти елки пойдут на переработку для сохранности других деревьев, для подпитки почвы. Я знаю, что каких-то животных даже кормят этими переработанными. Ну вот, в общем, дарим вторую жизнь этим елкам. В предыдущие годы акции в Московской области было собрано более 10,5 тысяч елок. Планируется, что в этом году цифра увеличится в разы. Акция идет только четвертый день. Контейнер уже полный. Мы уже заказываем второй контейнер. Поэтому жителям большое спасибо, что они так ответственно подошли к этому вопросу. Акция «Подари вторую жизнь своей елке» продлится до 15 февраля. Ознакомиться с адресами пунктов сбора деревьев можно в социальных сетях пресс-службы администрации Ленинского городского округа. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.